Эксперты нам выдадут заключение, и из заключения мы будем уже принимать соответствующие выводы, можем ли бы принимать такие работы или нет. Если я не являюсь техническим специалистом, то есть специально аккредитованная лаборатория, которая может нам сказать, можно ли принимать эту работу, считается ли это выполненными работами или нет. Екатерина Олеговна, у нас есть подписанные адресы как работа? Ну что тогда будем делать? Подрядчик просто сейчас сказал, что сейчас, сегодня, по его словам, приниматься именно так, чтобы это работа. Мы должны принять именно так работу. Но мы пришли, а не ушли. Ну тогда мы официально напишем им письмо о приостановке работы сегодня и направим по почте. Так может тогда смысла нету сегодня? Нет, у нас привлечена лаборатория. Если нам не верят, то у нас аккредитованная лаборатория, она должна пройти и дать нам заключение. Согласно заключению лаборатории, мы сделаем вывод, имеем ли мы право принимать или не имеем право принимать комиссию. А какая конфликтная ситуация, она первая? Я не вижу конфликтной ситуации. Мы просто в рамках договора хотим получить выполненные работы качественно, согласно Санпинам и ТЭР. То есть мы ни с кем не ругаемся, ничего не требуем излишнего. То есть все, что прописано в договоре, мы просим нам сдать, согласно закону. Я не вижу, в чем страшность, серьезность, ситуация, в чем подрядчик нам так относится. За просрочку, во-первых, пеня, мы уведомили о том, что мы начислили пене. Это с какого числа? Они должны были предоставить нам в течение трех дней исполнительную документацию. С третьего числа, то есть в час 31-го, за срок выполнения работ, в течение трех дней они предоставляют исполнительную документацию. Если не предоставляют, то мы должны уведомить о том, что у них будет начислено пене. С какого числа работают на объекте? Ну, контракт у нас заключен в конце марта, 29 марта. А приступили? В середине июля. Ну, а что мы будем подписывать, если эксперт нам говорит, что есть нарушение технологии? И мы сегодня подпишем, а завтра к нам придет экспертиза о том, что с нарушением технологии, что, значит, получается, что мы подписываем документы, которые не имеют правовой силы. Такого быть не может. Согласно договору у нас несколько путей. Либо обязать, чтобы они доделали, либо прекратить не оплатить. Это будет потом доделываться другим подрядчикам. То есть договоры все разные. Прицельно именно к этому договору будем рассматривать все возможные варианты. Но, согласно закону, мы обязаны платить те работы, которые выполнены в соответствии с ГОСТами и стандартами. Насколько они выполнены в соответствии с ГОСТами и стандартами, нам скажут эксперты, аккредитованные в лаборатории. Вот и все.